Меня зовут Рикренер. Пришло время заправиться. Сегодня 22 мая, и я учусь в своей книге «Драгоценные истины» из греческого языка. Сегодня я буду краток, но тема будет очень интересной. Послушайте, как называется наша тема. Учитесь молчать, когда другие говорят. Учитесь молчать, когда другие говорят. Если вы сидите молча, это ещё не значит, что вы молчите. Порой ваш собеседник о чём-то говорит о вашей мысли за тысячи километров. Или если у вас настроение поспорить, вы молча продумываете, как ответить на высказывание вашего собеседника, как только он замолчит. Мысленно вы спорите с ним. И если вы мысленно спорите и размышляете о том, как ответить на слово собеседника, это, скорее всего, значит, что вы, на самом деле, не слушаете его. Искусство слушания — это то, чему каждый из нас должен научиться. Особенно, если вы мыслите очень быстро. Я признаюсь, что мне самому пришлось много работать над этим. Я мыслю очень быстро. Я всегда думаю, что сказать дальше, что дальше сделать. Часто бывает, что я смотрю на человека, улыбаюсь ему, но мои мысли где-то в другом месте. Много лет назад я понял, что для того, чтобы проявлять к людям уважение, мне придётся научиться отключать все посторонние мысли и уделять всё внимание человеку, с которым я разговариваю. Если этот человек что-то говорит мне, тогда я должен оказать ему уважение и выслушать его. Этому нужно учиться. Библия учит нас в послании Иакова, 1 главе, 19 стихе. Итак, братья мои возлюбленные, «Всякий человек добудет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Слово «скорый» по-гречески — «тахус». Можно использовать, я читаю прямо из своей книги, чтобы описать бегуна, который бежит изо всех сил, чтобы первым прибежать к финишу. Его цель — выиграть забег. Поэтому он, отбросив всё, отбросив всё и сосредоточившись только на финишной черте, устремляется вперёд, чтобы занять первое место. Греческое слово «тахус» — «быть скорым». Этот стих можно было бы перевести и так. Послушайте, как мог бы звучать 19 стих 1 главы послания Киакову. «Итак, братья мои возлюбленные, сосредоточенно слушайте то, что вам говорят. Слушайте так внимательно, будто вы участвуете в соревновании на лучшего слушателя». А какой вы слушатель? Если вы научитесь слушать людей, они будут больше ценить вас. Они будут знать, что вы действительно уважаете их. А если вы не слушаете их, они в конце концов поймут, что вы их не слушаете. Не слушать собеседника значит проявлять неуважение по отношению к нему. Будьте послушны Библии. И пусть Бог поможет вам быть скорым на слышание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»